Знак равенства должен стоять между городскими и сельскими школами. Такую задачу поставил глава государства. Как продвигается решение этого вопроса на примере школы села Житекшем? Рассказываем в следующем материале. Ни для кого не секрет, качество образования населения ниже, чем в городах. Главная причина – нехватка квалифицированных профильных специалистов и недостаточное техническое оснащение. В Житекшем нашли решение этой проблемы. В феврале 2022 года там было введено в эксплуатацию новое здание школы, пристроенное к старому. Основное здание школы было построено в 1986 году. Два года назад был проведен полный капитальный ремонт здания. Дети учатся в одну смену. После обеда у них есть возможность посещать дополнительные занятия, кружки. Учащиеся активно участвуют в городских областных олимпиадах, конкурсах. Всегда завоевывают призовые места. Среди них Роман Астанин. Увлечение второклассника математикой дает свои плоды. Я участвую в олимпиаде по СТАУ. Занял первое место, абсолютный чемпион. Я поеду на республиканскую олимпиаду в Алматы и попытаюсь занять первое место. Есть немало примеров, когда выходцы из села становились успешными учеными, бизнесменами, экспертами в различных сферах. В сельской местности проживает много талантливой, перспективной и конкурентоспособной молодежи, для обучения которых необходимо создавать условия. Наличие мультимедийного оборудования в школе стимулирует интерес учащихся и повышает мотивацию к занятиям, отмечают учителя. И в рамках того, что у нас появилась новая школа, новые предметные кабинеты, для наших учащихся появились большие возможности. Вы видите, насколько уютно здесь и красиво. И самое главное, есть материальная база, которую мы предоставляем для того, чтобы ученик реализовался. Всего в Читикшинской школе обучаются 509 детей. И наравне с учащимися городских школ они должны иметь доступ к равным условиям для получения образования, вне зависимости от места проживания. Поэтому государство и дальше будет решать проблему обеспечения квалифицированными кадрами сельских школ и развития их материальной базы.